Друзья, не забывайте подписываться на наш инстаграм и смотреть все самое интересное каждый день из Аланьи. Места, достопримечательности, цены, различные советы. В общем, подписывайтесь на инстаграм, ссылка в описании, вам будет очень-очень полезно и интересно. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с Айханом приехали в городской музей Аланьи и проведем вам экскурсию по этому удивительному месту. Городской музей Аланьи находится в самом центре города и сейчас мы пройдемся по этому удивительному месту. Открыт он во все дни недели, кроме воскресенья, в понедельник-пятницу вот в это время, а в субботу вот в это время до 5 часов с перерывом на обед. Здесь очень большой сад и этот дом принадлежал семье, которая в нем проживала вплоть до 90-х годов. Здесь очень большой сад и в начале выставлены различные двери, окна и так далее. И также здесь есть тыква, друзья, из которой делают лампы. Потом эта тыква высыхает и из этой тыквы можно делать разнообразные лампы, даже горшки для цветов, вазы и так далее. Здесь представлено очень много интересных деталей того времени, быта того времени. Например, вот такие вот окна с деталями того, как они открываются, закрываются. Можно было вот так вот брать их, закрывать или чтобы от ветра можно было, чтобы они держались и не захлопывались. Здесь очень большой сад и, кстати, здесь еще растет мандариновое дерево. Вот такие вот красивые зеленые мандаринчики. В скором времени они поспеют и будут всех радовать. В этом доме три этажа. На первом этаже расположено, ну, называется подвальное помещение. На втором этаже второй этаж использовался в дивнее время года, а третий этаж использовался в летнее время года. На первом этаже обычно располагались различные кладовые, мастерские. Также здесь располагались животные. Сейчас вам покажу очень интересную деталь. Например, в этом доме была лошадь, и хозяин лошадь привязывал вот сюда. В то время пол был не покрыт плиткой, он был земляной. Земляной пол. Здесь сейчас представлены традиционные для того времени ремесла. Например, в то время в Аланье изготовлялись различные инструменты для хозяйства, для сельского хозяйства. И вот, например, здесь разжигали угли. И кузнец ковал свои предметы вот здесь вот. Дальше здесь делали ручки. И далее уже завершалось здесь различные отверстия в изделиях. Также здесь представлены, например, вот еще одно старинное, тоже старинное красивое окно. И я вам показывала здесь вот такие вот маленькие детальки. Очень интересная комната, где расположены для ведения хозяйства, непосредственно сельского хозяйства, различные приспособления. Например, вот это приспособление находилось раньше в саду. И здесь делали пикмес из винограда. Здесь толкли зерна и получали муку. А вот здесь вот делали молоко и айран. Очень красивые, интересные предметы. Просто потрясающие. И когда пикмес изготавливали вот на этом приспособлении, он вот сюда вот вытекал, далее его варили вот в этом вот чане. И в дальнейшем уже разливали по графинам, потому что в то время не было холодильников, пластиковых бутылок и так далее. И хранили все в таких графинах. Здесь также есть мастерская, где изготавливали различные предметы мебели. И здесь есть рубанки. Вот, например, покажу вам один рубанок, который, например, делал просто... Вот делал такого плана, например, детали. Здесь также представлен мотоцикл того времени. Я думаю, что мужчины знают этот мотоцикл. Он никогда не ломается, до сих пор им пользуются в Турции. И здесь представлен транспорт того времени, например, лодки, рыбаки, конечно же, мотоциклы. Вот, например, этот мотоцикл в движении. Он был очень популярен в деревнях. Очень интересно здесь показаны такси. И вот Денис Такси – это одна из первых станций такси в Аланье. Ну и, конечно же, чем и знаменита Аланье. Аланье знаменита своими тыквами. А точнее, изделием из тыквы. Вот такие вот красивейшие лампы делают из тыкв. Ими оформляют и дома, и сады. Ну и сейчас, конечно же, рестораны и различные кафе. Ну а что интересно, раньше вот эти вот тыквы использовали, когда учились плавать. Потому что они очень хорошо держатся на воде. И если человек не имел плавать, вместо круга использовали вот такие вот тыквы. На этом этаже также находилась кухня. И здесь есть лестница непосредственно на второй этаж, по которой поднимали еду на зимний этаж. Зимний этаж находился посередине, потому что тепло было внизу, этаж наверху, и зимой в доме было не холодно. Вот такой вот здесь большой коридор. И здесь также есть лестница, в которой открывается вид на сад. Этот дом очень хорошо отреставрирован. В нем очень много деталей. И сейчас я вам покажу семью, которая здесь проживала. Вот эта вот семья здесь проживала. Владелец этого дома со своей семьей. И Хюсейн Бэй, который был со своей женой последними владельцами. Вот они на фотографии. Они отдали этот дом государству мэрии Алании, которая уже его отреставрировала. И непосредственно превратила в музей. Также покажу вам фотографии Алании, сделанные в 1896 году. Вот это вот Алания, друзья, в 1896 году. Здесь представлено очень много различных старинных предметов. Например, вот это была комната, которая сейчас является офисом. Здесь представлена машинка, различные документы мэрии в то время. И также фотографии всех мэров, которые были раньше в Алании. Здесь комната архивная. И, кстати, в этой комнате очень хороший пример шкафов. Эти шкафы. В этих шкафах хранили вещи, которые были не нужны, ну, которыми не пользовались в данное время. Здесь также есть комната, историческая комната. Здесь представлены, кстати, очень интересные игры. Например, вот такой вот воздушный змей, который обтягивался материалом, и он летал. И вот такая вот ловушка для птиц. Различные кораблики. Ну, в общем, детские игры. Про них я могу вам рассказать чуть позже, потому что сегодня мы просто делаем обзор. Вот эти вот артефакты археологические также были найдены в крепости Алании. Вы их можете увидеть в художественном, в археологическом музее. Обратите внимание на потолок. Здесь потолок чуть ниже, чем на этаже выше, потому что там был летний этаж, и на том этаже летом было, конечно же, жарко, поэтому делали высокие потолки, чтобы была хорошая продуваемость. Также здесь есть комната, где представлены все аланийские пещеры. Конечно же, многие из вас, кто ходил на корабле вокруг полуострова Алании, были и в фосфорной пещере, и в пещере влюблённых. Ну, а самая знаменитая пещера, это пещера Дамлаташ, которая обладает лечебными свойствами, в ней особо ионизированный воздух. Пещера Джудилер, пещера гномов. Пещера гномов. Она находится на оба чай. Кадыини пещера. Она не открыта для посещения, но и, конечно же, самая известная в Алании пещера, это пещера Дима. Вот так вот выглядит дом, который был построен в начале 20 века, в 1900-х годах. И таких домов, особняков, очень много в Алании, они отреставрированы, и они охраняются государством. И сейчас в таких домах открываются музеи. В крепости, в таких домах есть бутик-отели, кафе, рестораны и так далее. Здесь представлены фотографии, фотографии семейные. И, друзья, обратите внимание на потолок. Здесь потолок намного-намного выше. Здесь вот в этой комнате расположен кинозал. В кинозале также показано, как семья отдыхала в свободное время. И на этом этаже, там в том кинозале была спальня, и на этом этаже также спальня невесты. Здесь темно. Сейчас мы включим свет. И вот так вот выглядела спальня невесты. Вот эти вот все вещи сделаны из настоящего-настоящего шелка. Но я не буду вам показывать все детали, потому что вы должны обязательно прийти в этот музей сами и все-все увидеть. Здесь также расположены старинные двери и различные вот такие вот ключики от дверей. Ну и предметы, которыми были украшены двери. И самое интересное в доме в этом, это кладка кирпича. Когда здесь жила семья, стены были покрашены также в белый цвет. Но обратите внимание на кладку кирпича. Ее специально здесь открыли для учеников, которые изучают строительство. Для них открыли, чтобы показать вот эту вот удивительную кладку и посмотрите, как камни здесь расположены. Очень-очень интересно. Ну и, конечно же, здесь есть кухня. Эта кухня использовалась для приготовления, например, чая, каких-то мелких блюд, потому что основная кухня, как я вам уже говорила, находилась внизу, так как в этом доме были работники, которые, в этом большом доме были помощники, которые готовили еду внизу. И, что вам хочу еще показать, очень интересно, это душ того времени. Выглядел он вот так вот. здесь есть дырочка, куда вытекала вода. И вот так вот поливаясь, люди, например, после долгой дороги, они принимали ванну. Здесь есть комната для отдыха, так называемый салон, тоже со старинной мебелью. И вот такая вот комната, где семья я также отдыхала. И вот этот обогреватель того времени, туда клали угли, и он отдавал тепло, и в доме становилось тепло. Здесь комната, в которой занимались рукоделием. И здесь представлен утюг старинный, два утюга и свадебное платье. Вот так вот выглядит второй этаж. этого удивительного особняка. Я думаю, что вам не могла не понравиться эта экскурсия такая быстрая, поэтому обязательно приходите и сами смотрите. Поэтому, друзья, обязательно приходите и хотя бы впитайте в себя вот эту атмосферу. Я думаю, что вам будет интересно. Ну, и здесь представлен тоже манекен, на котором надета традиционная аланийская одежда и вот такой вот кушак с традиционными аланийскими цветами. Многие из вас, наверное, знают команду Алания Спор. И у нее традиционными цветами являются оранжевый и зеленый. Так вот, это неспроста, потому что традиционными аланийскими цветами являются именно оранжевый и зеленый. сейчас мы с вами покидаем этот замечательный дом и отправимся в чайный домик, который находится здесь совсем рядом. Поэтому, друзья, смотрите все ссылки в описании и приходите в эти красивые места. Еще раз покажу вам, как этот дом выглядит с улицы. Вот такой вот белый красивый особняк, вы его не сможете не заметить, когда сюда придете. И музей работает с 8.30 до 5.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.30. Друзья, в чайный домик мы уже не успеваем, поэтому отправимся туда в следующий раз, а сейчас мы едем обратно в офис, потому что уже 5 часов нужно закончить кое-какую работу, и это видео тоже получилось очень длинным и интересным. Поэтому надеюсь, что вам понравилось. Мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Подписывайтесь обязательно на наш канал, подписывайтесь на наш инстаграм, и приезжайте в Аланию, в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»